Русский стайл Фишай Это не У меня тоже есть У меня есть, как называется, wide-angle Нет, это фишай Ну это широкоформатный Нет, это 180 градусов обхват Мне нравится Но здесь только показываешь Это без фишай Почему? То есть фишай похоже все как на круге Нет, просто У камеры, если увеличивать Появляются края Картинку, если снимать, то он нормальный Вот здесь видишь Шучу А, что происходит Ого! Ух А 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 Знай сегодня диджей Вуди завтра в Питере. Нет, не в курсах, нет информации. Он сказал, не играет завтра. Там постоянно что-то открывается и закрывается. А Чак приезжает сюда? Диджей Чак? В Москве редко. Он иногда в Солянке. С Бразилием. Бразилий в Питере. Играет с ним? Да. Играет как-то дип-фан? Только? Ну они 5 лет назад играли хип-хоп, сейчас не знаю. Я думаю, как дип-фан играет. Возможно. Хорошо. Видно тебе там просто? Ну у него охват. Сейчас видно. Ну клип когда снимают, когда нужно там больше. Ну сблизи, но больше. Это новая камера. Не, ну камера, которую год назад я снимал в игре. Тоже. Тут насадка новая. Рыбий глаз. Очень профессионал. В телевидении. Не, ну это же андеграунд. Андеграунд. Ну у тебя же есть все 5 частей. Ру.ру. Ну УГВ точка ру. Ну все. А там что? Какая гасета? Какая гасета? Какая гасета? В индивиду? А. Кто еще приезжает сюда? В Москву? А. Выступать? Да. Фуд по-моему приезжает в мае. Диджей Фуд. Куда? В Икра. В Сиене Викру. Кэм приезжал. Диджей Кэм. А да. Вот неделю-две назад. В Викру? Ну народу так жиденько было. Да. И нерави нас? Ну просто вся молодежь, которая тусует, богема, она просто не знает, кто это такой. То есть как бы, а кто слушает Кэма, они даже может и не знали, что он приезжает. Ну то есть информация. Из-за того, что экран такой не осталась? Не, ну люди может и боялись кто-то, что там вечно аншлаг такой, что вот так. Да нет, просто они все не любят им поздно. Серьезно. То есть когда я играл там, я думала было неплохо. Да. Ну там нормально был народ. И плохо думаешь? Ну а вот на Кэма было в два раза меньше. То есть можно было свободно ходить по танцполу. Ага. У тебя там не может двигаться? Семьсот человек почти там было, по-моему. И кто еще? Видите, другие команды приезжают. Ну, приезжали с Бигдады кто-то в Газгольдер, это рядом с Икрой там клуб. Я знаю, мой New Flash for Out. Да, да. Они приехали как-то два месяца назад. Ну, что-то людям что-то не очень понравилось. Они очень долго их ждали. Да. И только в пять утра они появились, когда уже половина людей уехала из клуба, уже устали их ждать. Да. Упились все в хлам. Ой. То есть как бы что-то... Ну, в интернете люди писали, что многие не дождались даже. Ну а кто остался вроде? Говорят, странная какая-то музыка. Ждали что-то вроде еще другого. Да. А кто еще приезжает? Мефедмен. Мефедмен? Нет, сейчас сплэш будет фестиваль. Сплэш летом, в июне. Будет МОП. Приезжают. А что сплэш фестиваль? Такой же как в Германии? Да. Но только русский. Сплэшн Раши. Да. Новый фестиваль. Но он уже был два раза в 2005. Да. Кто? Он приезжал? С Максом. Диджи Макс из Сайперскейл. Ну у них вот проект Макс и Джиза. Ну да. И Лук Труп приезжали. Правда Лук Труп когда выступали, они на сцену выскочили несколько фанатиков и стали прыгать как обезьяны. И выступления прекратили, короче, там какие-то беспорядки начались. И когда уже Джизу начал выходить, уже нормально. Да. Ну то есть такой... Ну в интернете есть, я трейлеры делал, там в интернете. Я тебе могу ссылки кинуть на YouTube. Да. Посмотришь, там трейлер 10-минутный. Но я играл с Джиза два года назад. В Англии. Прикольно. Ну вот просто, ну... Вот он приезжал, а вот в этом году будет МОП. Да. Из Нью-Йорка. А вот в это воскресенье, вот через три дня, в Минске, в Белоруссии, будет Оникс в полном составе. Оникс. Оникс. Но они как-то... Они не работают. Они как-то сплетят. Алло. Ну да, ну просто, ну да, просто как бы вот... Их типа везут, и даже с Москвы туда едут люди, в Минск. Потому что в Москве, они выступали пять лет назад, только стики фингис был. Ну кто-то из них один был. Ну хотя заявлено было, что будет Оникс. То есть я знаю, он тоже был стики фингис, он поехал в Болгарию. Готовы заказать? Можно макьято. Макьято? Пожалуйста. И он поехал в Болгарию, и написано было Оникс на фише, но он только был сам. Вот. И я читал в Англии, что они как-то сейчас не друзья, как-то, не знаю как по-русски, enemies. Нет, ну вот в Минск, в Минск именно акцентируют, что и будет стики фингис и Фредерс Тар, как бы они будут вдвоем точно. И плюс еще там, ну то есть их едут там пять человек. Ну нет, ну основных два же, как бы которые сольники еще писали, то есть как бы они самые известные два имени. То есть вот в Минске будет пять человек вообще, типа вся туса их, то есть они прям гарантируют. Но это очень долго назад, когда у них есть их в Хельс. Ну а только из-за них они еще и востребованы. Это уже 10 лет и больше? Ну да, там с 93-го, с 95-го, все. С 12 лет уже? Уже 15 прошло с 93-го, с Багдафакап альбома. Да. Да. Это очень долго назад, это old school. Ну это такая, да. То есть они не могут приехать в Англию. Никто не пойдет к ним. То есть они хотят очень много денег. Ну мне кажется, что они наоборот их приглашают, что они сейчас немного хотят денег, нет? Ну я не знаю. Ну в Англию, наверное, хотят много денег. Не, все американские группы хотят как-то 10 тысяч долларов или 20 тысяч. Ну да. Если хочешь такие деньги, нужно очень большой народ учить. Ну что эти, ну на аннекс придут 50 людей, 20. Ну вот на пятом DVD, вот я тебе принес, последнее мое. Наше старое. Вот приезжал премьер, диджей премьер, приезжал в B1 Maximum. Вот он собрал 2000 человек, там вот посмотришь, там есть бэкстейдж видео, ну и есть выступление, трейлер я сделал, минут на 15. Да. Вся толпа и причем люди старше 23-25, прям такие. Да, это мой спортивный. А были в B1 Maximum? Да. На Делла Сол мы тоже были. В Делла Сол приехали сюда? Ну год назад. Ну кстати, на Делла... ну было много, наверное, но не очень. Ну на премьер прям... Или может это окажется из-за того, что я с тобой... Когда они играют в Англии, самое меньшее будет 1500 и можно в Лондоне два с половиной. Это просто из-за того, что, в общем, плохой пиар. Это не потому, что они любят. Я думаю, что просто плохой пиар у B1, плохой пиар у B1. Ну нет работы с комьюнити, ничего нет. Ну они просто... Они же мало-то не хотят работать, там еще и... Они говорят, нам это не нужно, ну и сами у них бар там дорогой. То есть там как бы... Да, очень дорого, да. У нас очень дорого. То есть как бы... Учитывая, что они профессионалы, они как-то вышли из этой ситуации. Но в принципе другие плюнули и вышли за сценой. Там изначально они не настроены были. Ну то есть как бы, конечно, они должны были чекаться и так далее. Но там такой звуковой сетап в бизнесе. Чекайся, не чекайся, что угодно может быть все равно. Не знаю, как сейчас, но тогда, когда Деласов выступали, конечно. Приезжал Чак Берри, у него микрофон не работал. Чак Берри? Я не знаю, он все равно живет. Чак Берри? Алло. Вот живет. Прости. В России. Алло. В России? Да нет, я шок. Чак Берри, он делает рок-н-рол. Чак Берри, это его песня? 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, рок? Проблема. Да, я не знаю. Это он? Чак Берри... Нет, может быть нет. 6 секунд, да мне тут звонят. Ты перезвонил, ладно? Да. Алло. Да? Мы только вот чай как-то показали. Ну, ладно, я сейчас чай так вот дождусь, а Вадим придет. Хорошо, давай. Что сказали? Ну, уже можно скоро. Начинать? Да. Ну, у них не готов к магазин. Ну, сейчас, не, уже сейчас готов к нам. Ну, сейчас чай выпьем тогда и пойдем. Вон, это тоже песок. Ужин насыпан. А что это? Маленькие девочки, я не знаю, что там. Ты больше похож на хуй. Ха-ха-ха Хороший чай Я не уверена А почему больше не привозят? В прошлом году Делассо, Премьер, Джиза Ну просто как бы Ну бюджетом нужно То же самое, Редмана если привозить Ну как бы вот узнавали, там 40 штук надо У нее 9 человек Живой состав А денег, ну Отбить со входа столько невозможно А спонсоры сейчас говорят, мы за хип-поп не хотим А Мозде в Талиф коле, а это с хип-поп стоит? Ну дешевле, конечно Порядок Ну просто со входа десятку Отбивать, ну промоутеры говорят Ну на десятку найти спонсора, мне кажется, не так сложно Ну как бы Сейчас, я не знаю Сама рэп-культура Хип-поп-культура, она сейчас такая Мутная, что люди боятся Давать, как бы даже стритбол Который стал уже 3 года назад не хип-хоповым А раньше всегда был хип-хоповым Привозили Rando MC, ICT То есть 10 лет назад Все, теперь именно в хип-хоп не хотят вкладывать деньги Вообще Даже конверс от сплэша, по-моему, сейчас Так, чуть-чуть дает Я играл с Method Man и Red Man В прошлой неделе И мой друг, он промоутер Он сделал 3 вечеринок Один в Лондоне Один в Бристол, другой город И другой в Глазго, Шотландии И он платил 150 тысяч долларов На 3 вечеринок Плюс 12 Бизнес-класс-флайт Из Нью-Йорка Плюс гостиницы И плюс как-то А как он отбился? Или у него спонсорские были деньги? Нет, спонсора не было Столько людей пришло? Ну, на каждой На 3 вечеринок Каждой Были 2 тысячи людей И билет стоит Как-то 45 долларов Можно посчитать Я не знаю Он сказал мне После всего Он заработал То, что Они не такие хорошие люди Были большие проблемы И он только заработал После этого На месяц После этого Заработал Как-то 500 долларов Профит То есть 150 тысяч долларов Отбил А 500 долларов Заработал Ну, это у нас так промоутеры Вечеринки Он не потерял Ну, ну Я сказал Зачем ты делаешь так? Ты делаешь мои вечеринки Куда приходит 400 людей И ты сказал Ты можешь работать На одну вечеринку На мне Тысячи долларов Ты работаешь на Method Man Там 5 тысяч людей Проходят на 3 вечеринок Ты трачешь 150 тысяч долларов И только Выграешь 500 Ну, это смешно, конечно Это crazy Он тоже сделал Моздеф И Моздеф И Моздеф стоил 20 тысяч Ну, он отбился? Да Было людей Было как-то Он был дешевле И Так же много Много людей пришли 1800 А Моздеф пошло 10 человек у меня есть Точно Которые пошли Ну, он сейчас Очень семенитый актер Нет, это не Не Ты видела Фильм называется Be Kind Rewind? Да, я видела Hitchhiker's Guide The Galaxy И у вас новый Новый фильм сейчас называется Be Kind Rewind Это в боксах Это здесь Это? Нет О, это не Это новое? Да Я, наверное, куплю В Лондоне Это из самого режиссера Как Eternal Sunshine Of The Spotless Mind Да Я не люблю Это фильм Я не люблю Да Я не люблю Это фильм Да Да Почему ты любишь Eternal Sunshine И АСССР Я не люблю Не люблю Я знаю Я боюсь Мне любит Потому что Донечко Это невероятное Потому что Иногда не узнаешь Но я信 Немного Существующие люди должны приглашать. Это должно быть счастливым для всех, для каждого уровня. Этот фильм не интересен. Но вы не видели его? Да. Как вы можете судить, если вы не видели его? Я не могу. Я думаю, что это невероятно. Почему? Аргументно. Потому что фильм сделан в таком случае... Это историю любви. Как вы слышите? У меня как вышел вчера... Это интернет-лейбл. Здесь 8 альбомов. Три альбома даунтемпа. А пять альбомов хип-хопа, демо, рэпа... Непонятно что. Хорошо. Спасибо. Это история любви. Это ничего нового. Но это не твоя типичная история любви. Это про... Эта девушка и девушка. И она так сильно ненавидит его. Она так сильно ненавидит. Она ненавидит ее. И потом фильм идет о том, как они ненавидит ее. И они ненавидит ее. Да. Ты понимаешь? Да. Да. Они ненавидит ее. Но если они ненавидит, то не работает. Но они не видели. Но я не знаю, как вы можете судить. Да. Я буду смотреть. Я буду смотреть. Я буду смотреть. Это очень разно. Потому что люди, которые смотрят и любят, могут объяснить почему это не так. Но это движется очень быстро. И она ненавидит его. И она ненавидит его. И это очень быстро. И хотя это фильм о любви и надежности, как эти фильмы в каждом фильме. И так много фильмов. Это очень оригинальный. Я не могу думать о другом фильме, который делает это вот так. И это... И это... И это идея о ненавидении твоей памяти. Да, уже есть. Если у тебя есть в прошлом, что было больно, ты думаешь, что твоя жизнь может быть лучше, если ты никогда не испытывал эту историю. Или отношения. Да, это история. Да, это история. И я думаю, что это очень интересно, что фильм о том, что этот доктор может проработать свои помнятые те, мои преимущества. И это очень субтитры. И фильм становится абсолютно несколький. И «Бе-Вид-Ре-Вид», «а нового в Моус-Дефт», с тоже... очень субтитры, очень сухой. Очень разница. Это не Холливод. Я просто субтитры сделал этот сюжет. Он немного не издает его. Да, ты не любишь его. Ну, отцу недавно. Люди, которые делают что-то очень китчьи, они просто не имеют дефа, реал дефа, они просто имеют дефа. Но это зависит от того, что вы comparете. Какие фильмы с дефой? Какие фильмы с дефой? Все 50 фринговые с дефой. Моста. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Какие фильмы с дефой? Да, но это тоже очень ничь и очень китчей. Это не получается, но это очень интересный, а так и я очень нравился. Вы можете очень нравиться. И я даже не понимать что-то с очень классной классной écoutes. Но не понимают эти классные 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 вещи. Я думаю, что это точно как Этернан la Сунашень и Рewайн-Б Киен. Но ты не можешь нравиться. Этоんな классная 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 степень. Ты-то не можешь нравиться? Да. У вас не good? Я тоже не советую. Да. Я не могу сказать, что люди не могут объяснить, почему они нравятся. Они просто говорят, что они нравятся. Для всех не пускать все заходят. Попробуем и снимать. Начинаем. Да. Вот два типана. Ооо. Эти, да. Субтитры сделал DimaTorzok